Детей с ограниченными возможностями здоровья нужно не только лечить, но и оказывать социальную поддержку. Учить самостоятельные жизни считают в реабилитационном центре для детей Чувашской Республики. Как это происходит в нашем следующем сюжете. Ребята, на какой свет мы должны переходить дорогу? Кто знает? Я! Ты знаешь? Ну-ка скажи, Мирослава. На зеленый. На зеленый. Перейти дорогу, найти нужное здание для детей, плохо видящих и пользующихся коляской, не так просто. Поэтому этим навыкам обучают в центре. Если дорога и светофоры имитация, то тактильные схемы и пандусы реальные. На территории центра создана доступная среда. Кстати, малоподвижных детей из дома привозят на специальной машине. Здесь проходит реабилитацию дети с детским церебральным параличом, генетическими патологиями и психоневрологическими заболеваниями. Физиотерапевтические процедуры, такие как магнитотерапия, лазеротерапия, помогают снять болевой синдром и восстановить организм. Мы прямо с самого рождения ходим сюда, ребенок у меня с инвалидностью. И с каждым курсом реабилитации все лучше и лучше становится. В прошлом году мы прошли этот курс микрополяризации. Мне ребенок не говорил. Ну и с периодическими занятиями тут, с логопедом, ребенок сейчас разговаривает. Поскачем на лошадки или погоняем на машинках? Это только внешние игрушки. На самом деле все это тренажеры, укрепляющие руки и ноги. А выработать навык ходьбы помогают костюмы «Атлант», «Адель» и «Метрон». После активных занятий расслабить мышцы и укрепить организм помогают спелеотерапия, это соляная пещера, и гидротерапия. Молода, гулька, это моим ручкам очень приятно. Но когда к этим пузыречкам приваживаешь руки, то очень насекотно. Не менее важны и психолого-педагогические занятия. Как и любые дети, они учатся считать и читать, выполняют упражнения на развитие мышления и воображения. У нас педагоги уже это знают, нацелены на это, и медики тоже, медицинский персонал. О том, что у ребенка нужно вызвать мотивацию. Вот поставишь перед ним цель, поставишь задачу, дети, они порой, вы знаете, даже лучше понимают, что от них хотят, и идут к цели намного упорнее, чем многие взрослые. Наши дети маленькие герои все. Яблоко, нарезанное собственными руками, намного вкуснее, считает Максим. Он это сделал впервые в жизни. Дома ему не разрешали трогать нож. А здесь считают, что дети должны быть приспособлены к жизни. Поэтому они сами едят с помощью вилки и ножа, сами нарезают салат. Ой, семечки. Семечки, да. Даже семечки выдержал. Дети с ограниченными возможностями – это обычные дети. Они могут все, но только для этого им приходится прикладывать больше усилий. В реабилитационном центре в этом убеждены все врачи и педагоги. К такому выводу приходят дети и их родители. Надежда Яковлева, Бахтияр Вилеев, Республика.